МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 миллионов рублей потери для государства лишь за полтора года. Мы приехали сейчас в то самое место, туда свозился краденый лес. На чём строит бизнес лесной криминал? Неучтённая древесина, она всегда пользуется спросом у криминального мира. Любую древесину, которая не дает, вся будет распилена и продана. Куда уплывают золотые зелёные кубометры? Продукция перерабатывалась и поставлялась на экспорт в адрес субъектов хозяйственных стран Европейского Союза. И что это за погрешность, где 10% от вырубки можно легально украсть? Когда происходят выборочные рубки, то там есть ошибка и даже 20%. Серые схемы лесного бизнеса. От дров до офшоров. Вместе с Комитетом госконтроля разложим на формулу все детали. Смотрите прямо сейчас. От сантиметра к метру так выходим на куб. Чтобы правильно посчитать, сколько древесины может дать лес, нужны знания точных наук. Включаем в памяти геометрию, находим формулу. Сложными математическими расчетами. К примеру, чтобы рассчитать точно объем каждого ствола. Это математическая модель кривого ствола, который описывает дерево. Получается, как минимум, лесник и мастер участка должны обладать приличным уровнем высшей математики. Иначе правильно оценить объем, который после рубки уедет с делянки на переработку, все равно, что стрелять по воробьям. Обмер леса, хоть и по точной науке и формуле, но погрешность дают немалую. По учебникам это называется систематической ошибкой. Плюс-минус 10% норма. Так вот представьте, если страна готовит в год свыше 25-28 миллионов кубов древесины, то мы увидим, что реально в теневой оборот может попасть около 3 миллионов метров кубических. И это только в рамках дозволенной погрешности. Сколько на самом деле леса, как его там считают, исключительно на совести лесхозов. И понятно, это укромная лазейка для криминала. А лес, как народное достояние, всегда был в цене у этой категории бизнеса. Навести порядок в лесной отрасли, интерес государства и личное поручение белорусского лидера. И сегодня в объективе реализации древесины, ведь продажи того, что по документам легальная погрешность или дерево низкого качества формирует тот самый теневой оборот. Комитет госконтроля уже вычислил целое созвездие серых схем, где звезды с неба, наживаясь на народном достоянии, срывают криминал. И только предварительные подсчеты. За полтора года государство потеряло свыше 6 миллионов рублей. Мы как раз приехали сейчас в то самое место, куда свозился краденый лес. Ивацевичем. Пахнет свежей распиленной хвоей, часть продукции готова к отгрузке. Здесь производится готовая продукция, здесь находится ленточная пила. Это идет на продажу, это идет на переработку. То, что на первый взгляд может показаться мусором, на самом деле ходовой товар. Пилорама небольшая, частная, и таких много в регионе, где деревообработка занимает приличный сегмент экономики. Порядка четырех десятков лесопилок строят бизнес на местном сырье. Чем характерен бизнес? Понятно, чем больше объемы переработки леса, тем больше интересов и наличие недобросовестных участников. То есть чем длиннее цепочка, тем в этой цепочке больше необоснованного посредничества. Лес подорожал, это тенденция мировая, но сегодня цена леса и добавленной стоимости его переработки говорит о том, что заработать хватит всем. Недобросовестная работа приведет к плохим последствиям. В момент съемки в работе древесина с качеством ниже среднего. Но в тот день икс частник получил нараспил древесину деловую. Причем по очень привлекательной цене. Возможно, даже не знал, что работает с краденным лесом. Мастеру домановского лесхоза явно было невдомек. Он давно уже под наблюдением. Лесхоз попал в поле зрения во время выборочной проверки. Найдя нарушения, госконтроль в Брестской области и финансовая милиция к проблеме подошли комплексно. Подключили сотрудников охраны животного растительного мира, проследили цепочку от леса до лесопилки. И задержание с поличным буквально на станке. Результат оперативно-розыскных мероприятий. Конкретно на эту точку сбылось два лесовоза, которые сопровождали мы от места их загрузки в лесу до конкретного места разгрузки. Здесь конкретно была распиловка того леса, который не должен попадать в деловую древесину. Выявлен ряд вопросов как похищения у леса, так и необоснованного посредничества при его реализации. Госконтроль установил, подобная серая схема применялась во многих лесхозах. Итак, как это работает? Лесхозу нужно вырубить спелую древесину на площади в 5 гектаров. Мастер лесосеки определяет, объем растущей здесь древесины составил 1250 кубометров. Но в документы сразу вносится объем за минусом тех самых 10% погрешности. Эти кубометры лесники изначально выводят в теневой оборот и перепродают налево. Но это еще не все. Заготовленные 1250 кубометров поступают на склад лесхоза. И здесь начинаются новые манипуляции. Все тот же мастер лесхоза оформляет древесину второго сорта, третьим, а третьего сорта и уже вовсе дровяной. Хищение той партии леса и заводцевичей произошло еще и на делянке. Вред возмещен частично, мастер лесхоза под уголовной статьей. И среди серых схем это еще не самое занимательное. Пинский район, территория лесхоза. Все ухожено, работают цеха. Залитый свежий бетон на площадках говорит о готовности к расширению производства. Налицо на ведение порядка интерес руководства к развитию переработки. Но еще совсем недавно директор лесхоза пришлось давать пояснение финансовой милиции. Мы сделали определенные выводы и у нас в лесхозе вводится, мы обкатываем новую систему, она называется система ЕГАИС, государственного учета древесины. Она в августе месяца вводится уже в производство. Это позволяет нам делать контроль, начиная от заготовки древесины до ее транспортировки и до реализации. На автомобилях оборудовано специальное оборудование, вся древесина чипируется и можно последить цепочкой. Повторение такой ситуации, которая была, очень сложно. Это инициатива комитета госконтроля, которая добавит отрасли прозрачности в работе. Мы увидели, что реально первичное злоупотребление начинается именно с лесосеки. Комитет госконтроля именно инициировал по опыту зарубежных стран внедрение электронного учета древесины, которое позволило бы своей работе минимизировать все вот эти риски, чтобы мы ликвидировали воровство. О самой системе как-то работает чуть позже. Тем временем в лесничестве, попавшем в сводки госконтроля, уже работают другие люди. Бывшим сотрудникам пришлось отвечать не только за урон репутации всего лесхоза, но и за краденный лес. В ходе проверки пинского лесхоза было установлено, что предприятиям не уделялось ложной внимания загрузке собственных подразделений. Объемы представлялись активно предприятиям частной формы собственности, как по заготовке древесин, так и по ее вывозке. Контроль за движением лесопродукции с лесосек ложным образом не производился. Финансовая милиция выяснила, что коммерческой структуре отдавалась деловая древесина по цене дров. Как такое стало возможным? Оказалось, что компания-заготовитель была подконтрольна местному лесничему. Сегодня он один из фигурантов трех возбужденных уголовных дел. Лесхозу причинен вред на сумму более 9 тысяч рублей. К слову, создание работниками лесхозов подконтрольных частных структур, а также семейственность в этом сером бизнесе – не редкость. И такие схемы тоже вскрыты. Идут разбирательства. В поле зрения у нас попали такие моменты, когда, к примеру, приходит молодой лесничий. Он начинает на месте, как бы сказать, приживаться. На родного отца открывается индивидуальный предприниматель. Покупается простейшая тележка, облазная, с манипулятором. Индивидуальный предприниматель в виде отца берется на услуги по заготовке древесины. А в этих услугах уже заложен тот излишний объем древесины, про который я рассказал чуть ранее. Что касается Пинского лесхоза, то сегодня здесь наводит порядок новый руководитель. В настоящее время, в связи с приходом нового руководства, были приняты меры по увеличению загрузки производства собственных мощностей. Новый руководитель, он принял меры по устранению нарушений. Меньшие объемы представляются частным фирмам. Пример Лельческого лесхоза только подтверждает – в лесу должен быть жесткий контроль. Есть такие схемы, которые копируются всеми, но кто-то придумывает что-то действительно в кавычках оригинальное. В ходе плановой выборочной проверки Лельческого лесхоза нами был установлен факт реализации индивидуальному предпринимателю древесины по ценам ниже биржевых котировок. И таким образом лесхозу был причинен вред на сумму более 124 тысяч рублей. Дальнейшая проверка Лельческого лесхоза вскрыла и другие факты. Санитарная рубка леса частниками, по честное слово, стоила лесхозу потери многих кубометров леса. Этот частник и созданная им фирма только с одной лесосеки должны были заготовить 172,4 кубометра древесины. Но лесхозу отдали чуть менее 140. Аналогичные факты на шести лесосеках. Непереданная лесхозу древесина похищена. Руководство лесхоза на данный факт, это был 2020 год, никак не отреагировало. Хотя по актам отвода леса, по лесрубочному билету одни объемы леса заготовки значились, а по акту передачи они были значительно ниже и превышали тот возможный допускаемый законодательный норматив 10%. Когда по требованию комитетового контроля были проведены контрольный перечет пней, вырубленных деревьев, выводы, которые были получены документально, нашли подтверждение. Версий выдвигалось много, до того, что население растасировано дровами. Установлены факты заключения договоров с коммерческими структурами на услуги по лесозаготовкам, по заниженным ценам, без проведения процедуры конкурсной закупки, в результате чего был причинен ущерб предприятию свыше 200 тысяч рублей. В основе доказательств хищения леса, задержания преступника с поличным, сборе доказательной базы – кропотливая оперативно-розыскная работа. Походникскому лесхозу госконтроль работал вместе с оперативниками УВД. Пришлось сотрудникам нескольких ведомств приложить максимум усилий для того, чтобы извлечить виновных и доказать их причастных к совершенному хищению. То есть был проделан очень кропотливый труд. Непосредственно в самих делянках, лесосеках, где были производились рубки, обмерен каждый участок местности, обмерен каждый пень. Плюс показания работников лесхоза – работа с тоннами бумаг. Когда уже ниточка потянулась, начались опрашиваться люди, люди начали рассказывать, как это было, кому и предприниматель в дальнейшем продавал эту деловую деревичину. Там уже была восстановлена технология по времени, и был установлен транспорт, который возил. Чтобы как бы сильнее заметить следы. Вот эту всю цепочку лес, конечно, раскрутить можно, если, конечно, есть хорошая оперативная информация. Причастность к серой схеме реализации леса удалось установить ряда должностных лиц лесхоза. Под видом все тех же дров индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, из леса отправилось более 4000 кубометров деловой древесины. Впоследствии предприниматель продавал ее коммерческим предприятиям. Разницу в стоимости национального сырья аферист присваивал. Государство терпело убытки. В лесничине составлялись фиктивные акты перевода деловой древесины в дровяную. Также составлялись фиктивные наряды на раскрыжевку. Сокрытие факта кражи, значит, это было оформление на физических лиц деловой древесины, как дров. Не только на вымышленные физические лица, но и на которые действительно люди эти есть, это работники лесхоза. В принципе, они как бы об этом даже и не знали, что у них оформлялись документы. Суть такой схемы в следующем. Обычный гражданин обращается в лесхоз, чтобы купить древесину в заготовленном виде по прескурантным ценам, либо мелкую партию древесины на корню по таксовой стоимости. Однако полученную древесину граждане сами не используют, а передают ее коммерческим структурам для переработки. И дальше продажи на экспорт. Зачастую в роли физических лиц, тех самых покупателей, выступают мертвые души. Ведь главная цель этих сделок в том, чтобы коммерсанты смогли купить древесину в обход биржи, где цена в несколько раз выше. Прослежены цепочки глубиной погружения в полтора года. Должностные лица лесхоза продавали древесину по ценам от двух до пяти раз ниже биржевых котировок. Бюджет недосчитался минимум 120 тысяч рублей. Проводим большую профилактическую работу среди трудового коллектива лесхоза. Увеличили количество систематических инвентаризаций лесной продукции. Следствию дается правовая оценка, откуда дровишки, спросили в ряде лесничеств во время неплановой проверки. Реализация делового леса под видом дров установлена в трех лесничествах в Дубровицком, Партизанском, Хоникском, Гомельской области. И этот самый распространенный способ хищения выявлен на Витебщине. Мы находимся на частной пилораме, и конкретно вот эту древесину дуба, деловую древесину дуба, частная организация приобрела под видом дров, заплатив за эту древесину чуть более 8 рублей за кубометр. Чтобы было понятно, поясним. Двухметровая древесина с этой делянки – это дрова, а четырехметровая – это уже деловая древесина. Лесхоз продал ту и другую в качестве топлива для местной котельной. По цене и под видом дров. А предприниматель купил у котельной четырехметровую древесину из этой же партии, заплатив в сто раз дешевле, чем должен был на бирже. Биржевая котировка на деловую древесину доходит до полутора тысяч рублей за кубометр. Вся разница между дровами и хорошей ценой леса оседает в карманах. В данном случае это не просто древесина, а ценная порода. Дуб, который идет не только на высокого качества пиломатериалы, скажем, для строительства. Из дуба великолепные предметы интерьера, мебели, двери, паркет, отделочные материалы и прочее. А это уже глубокая переработка и высокая добавленная стоимость. Вырубались ценные породы – это дуб. Хотя на самом деле необходимости его вырубать большой здесь не было. Вырубались хорошие деревья, крепкие большие дуба, при этом оставляли осину, которую нужно было убрать, другие поврежденные деревья. Цель рубки здесь, конечно, наверное, не совсем соответствует перспективам создания хорошего ценного насаждения. Также необходимо отметить, что на данном участке по материалам отвода было учтено 50% деловой древесины дуба. А это более 60 кубометров. Лес вывезен, но пни остались. И качество дубов все еще можно проследить. Финансовая милиция, инспекция охраны животного растительного мира работает в тесном контакте. Так называемые полевые проверки идут регулярно, чтобы вывести на чистую воду недобросовестных чиновников и работников лесхоза более мелкого звена. Это пень дуба. Это вот часть дня, которая осталась при заготовке, при распиловке. Здесь мы не видим никакой гнили. Хороший, ровный, качественный пень. Следовательно, древесина была соответствующая. Это лишь на первый взгляд. Работа по выявлению расхитителей народного достояния кажется рутиной. В Могилевской области операцию по задержанию преступника с поличным пришлось проводить ночью. Чериковский район. Работают Кричевские межрайотделы ДФР и Мстиславская межрайонная инспекция животного и растительного мира. Остановлена «Вольво» – машина частной структуры, занимающая сегмент деревообработки. При проверке документов была предоставлена товаро-транспортная и наплодная, согласно которой должна была транспортироваться древесина, древесина. Фактически на данном лесовозе транспортировалась деловая древесина. Сорта «Д» – это ель и сорта «Д» – береза, а также несколько кубических метров дровяной древесины. В данном расхождении получилось, что согласно товаро-транспортной кладной дрова стоили около 600 рублей, а фактически перемещаемая древесина – 2770 рублей. Явные признаки состава поступления. В кузове указанного автомобиля перевозилось 27,6 кубических метров деловой древесины, что не соответствовало товарно-сопроводительным документам. Было установлено, помощник Лесничева, Бытаевского лесничества, Костюковичского лесхоза, осуществил отпуск вместо дровяной продукции деловой древесины в адрес указанной коммерческой структуры. Позже станет понятно. Этот же помощник Лесничева совместно с водителем сценарий под покровом ночи проворачивали не раз. Один из эпизодов к уголовному делу – кража более 20 кубометров делового леса, а это более 3000 рублей, продали жителю Хотимска, который переработкой древесины занимается в России. Вся проблема в лесном хозяйстве заключается в многочисленном учете древесины по местам ее нахождения. Вначале она учитывается в лесу на корню, где допускается 10% расхождения, как в сторону большую, так и в меньшую. Потом она учитывается в лесу на заготовке, потом уже на складах на вывозке. Соответственно, на каждом этапе учета могут образовываться излишки. Люди, которые отвечают за учет древесины, эти излишки могут продавать на сторону. Это один из складов Батаевского лесничества. Справа ель, промаркирована, но давно лежит, начала портиться. Слева тоже ель, но без нумерации, диаметры не проставлены. Иными словами, к моменту съемки древесина не учтена. О чем это говорит? Ближайшая машина может заехать прямо в лес, загрузить древесину, промаркировать и увезти как собственную. Лесничья, владея ситуацией в лесу по неучтенной древесине, при ослабленном контроле со стороны руководства, могут ее воровать незаметно для остальных. Неучтенная древесина всегда пользуется спросом у криминального мира. Тем более сейчас на экспорт у нас древесина очень востребована. И стоит она на порядке уже готовой пилом 5-30-50 евро. Любую древесину, которая не дай, вся будет распилена и продана. Интересный факт вскрыт и в Климовичском районе. Остановленная машина везла деловую древесину. В документах на первый взгляд все отлично, но при детальном изучении выяснилось, деловая древесина возилась не из места, указанного официально. Оказалось, другие экземпляры транспортных накладных, которые остались в лесничестве, и вовсе были на дрова. Госконтроль выявил и другие еще более хитроумные, сугубо профессиональные схемы. К примеру, по указу президента по правилам реализации древесины, по определенной льготной цене реализуется древесина сельхозорганизациям, школам, больницам и так далее. То есть так называемая фонда областполкома. И вот мы установили, что в ряде случаев фонда областполкома попадают в обыкновенные частные структуры, покупают по льготной цене, а древесину реализуют частным структурам, которые успешно ее пилят на доски и продают за рубеж. Частники. Работа с ними лесхозов, как выяснилось, весьма интересная тема для углубленного изучения. Где выгода, там и бизнес истинно простая. А в регионах, богатых лесом, с развитыми деревообрабатывающими предприятиями, близостью к границе, выгода очевидна. Вот эти колышки, похожие на гигантские карандаши, один из прибыльных видов продукции. В зависимости от диаметра и пропитки, цена на такую оцилиндрованную древесину в среднем от 120 долларов за куб. Контролеры проверили общество с ограниченной ответственностью, назовем его М. Скрылась серая схема, которая позволила компании какое-то время уклоняться от налогов. В экспортную цепочку поставок за границу древесины наших лесхозов. Вклинили аффилированную компанию посредника. Черная прибыль предприятия росла вместе с убытками для государства. Основной целью создания либо использования аффилированной структуры за пределами Республики Беларусь является желание, либо цель уклониться от уплаты налогов и сборов путем оставления маржи за пределами Республики Беларусь. Если фактически субъект белорусский продавал на свою аффилированную структуру единицу лесоматериала за 1 рубль, та, в свою очередь, перепродавала за 15 рублей. То есть фактически белорусское зеленое золото поставлялось в Западную Европу по цене значительно выше. Но назад в Беларусь возвращалась лишь одна единица рубля с единицы лесоматериала. Вся остальная серая прибыль оседала в карманах мошенников. Если бы они отгружали напрямую к конечному покупателям, то все денежные средства возвращались в Беларусь, и со всего объема полученного дохода необходимо было исчислять и уплачивать налоги. По результатам проверки УДФР по Брестской области в отношении должностных лиц субъекта М, резидента Республики Беларусь, возбуждено уголовное дело. Такая нелогичная логистика легла в основу уголовных дел и в Пинском районе. В поле зрения учредите двух крупнейших в Пинске и в Пинском районе частных предприятий. Специализация, распиловка, обработка, пропитка древесины. У каждого пилорамы, склады, транспорт и штаб работников во главе с директором. Фактическое руководство за учредителем. Пинским международным отделом УДФР по Брестской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые с целью получения сверхприбыли от занижения стоимости и неуплаты налогов в бюджет Республики Беларусь разработали и реализовали схему экспортных поставок, согласно которой приобретаемая в ГЛХУ пинский лесхоз продукция перерабатывалась и поставлялась на экспорт в адрес субъектов хозяйственных стран Европейского Союза. Германия, Бельгия, Нидерланды в продаже на экспорт по выгодным ценам, казалось бы, должен быть только плюс. Но в цепочке поставок подконтрольна учредителю коммерческая структура Сингапура. Для тех, кто не знает, условия работы сингапурских компаний фактически офшорные. Добавим к этому расчетный счет где-то в Европейском банке поблизости у соседей, и схема идеальна. В нашем случае расчетный счет был открыт в Латвии. По указанию учредителя, коммерсанты готовили липовые сопроводительные документы на отгрузку пиломатериалов в адрес сингапурской компании. На самом деле товар поставлялся напрямую европейским заказчикам. Фиктивные документы ложились в бухгалтерию предприятия, а реальные отправлялись вместе с переработанным лесом к конечному покупателю. При этом стоимость пиломатериалов повышалась в полтора-два с половиной раза. Государству причинен ущерб в виде неуплачиваемого налога на прибыль в общей сумме более 1 миллиона рублей. Хоникский лесхоз. Идет заготовка древесины. В лесном хозяйстве необъятные зеленые просторы. Порядка 55 тысяч гектар. Лесхоз в принципе небольшой, но имеет большую расчетную лесосеку, большой объем заготовки. В руках у специалиста планшет лесник измеряет диаметр сложенных в штабеля стволов. Тот же делает пометку на спиле. Мастер параллельно заносит данные в электронную систему учета. О том, сколько заготовили в этот день древесины и где конкретно была рубка, теперь установить легко. К примеру, наш департамент финансовых расследований останавливает автотранспорт, перемещающий древесину на дорогах общего пользования. По вот этой системе учета древесины партия привозимого лесопродукции должна содержать, ну скажем, по-народному бирка, на которой содержится определенный штрих-код с содержанием, конечно, зашифрованной информации. Пользуясь мобильным приложением, прямо на дороге, мы готовы установить, кем, когда была заготовлена древесина, каким материально ответственным лицом она была отпущена, какой документ выписан, в каком направлении и какому потребителю она передвигается. Уже с середины августа 2021-го белорусские лесхозы должны работать по-новому. Написаны программы, все централизовано, информация о каждом бревне из леса будет храниться на серверах. Техника закуплена, закуплены планшеты, закуплены оборудование, необходимое для проведения товарных этих всех операций. Люди обучены. Эта система повлияет на работу, потому что мы будем видеть ежедневную заготовку и учет на складах. То есть в любое время любой работник, включая директора или еще кого-то, там контролирующий орган, может зайти в систему и поглядеть, что у нас числится, и проверить это дело в натуре. Появилась такая система чуть раньше, многих уголовных дел можно было бы избежать. А вместе с ними и потерь для государства, исчисляемых миллионами рублей теневых продаж леса. Сегодня мы переходим к тому, что даже лес, который растет в лесу, он должен быть подучетным. Начиная от леса и до переработчика, мы должны четко видеть, как он заготавливается и как он перерабатывается. Итак, серые схемы раскрыты, деятельность лесхозов под контролем. И криминальный лесной бизнес начинает понимать, заниматься этим в Беларуси невыгодно. Перемещение древесины уже видно, а с любой точки, где есть интернет, никакие погрешности в рамках формул уже не спасут. Новая система учета, фактически цифровизация заготовки древесины в лесхозах. И цифры, озвученные в госконтроле, тому подтверждение. За полгода плотной работы по наведению порядка с реализацией леса ведомством установлено порядка 200 тысяч кубометров древесины, попавшие в теневой оборот. К моменту выхода фильма в эфир возбуждено более двух десятков уголовных дел.